Взявший меч сам от меча погибнет, хотя постиг искусство наступления, не обессудь, себя ты посчитал за винтик, ведущий в плен уже помечал пленник. Скажи Создателю, спаси и защити, молитвы о защите такие разрешены, где Бог за нас враг перья не ощиплет, и не принит детей, и живы будут жены. У Бога Иеговы готовы нам оковы, решетку на свободу переплавят, но если в грех мы попадались снова, вода холодная, как магма или лава, где ты не защиты на кровати, и лен не вырос, шить тебе пеленки. У Бога план, где, кто нас в плен захватит, как волчья стая защитить теленка. Не оприходовать заранее беду, со всех сторон не закрепить подпорки. Бог программирует, и полщищи грядут, армады саранчи нам не оставят корки. Неужто Бог не силенно стеречь и выполнить обещанной защиты? Трудись, молись, ввиду о том я речь, на верующих этот стих рассчитан, что Иисус учил в сравнении с древним. А я вам говорю, и за врагов молись. И опыт подтвердит мы, как в лесу деревья, завязанном узле у Бога наша жизнь. Не ускоряйте смерти и Библии, поверьте. Он пронесет, не ступишь на минные поля. Не прикоснется дьявол его сатрап и черти. Не надо только мыслями туда-сюда вилять. Переводи все войны на битву с сатаной, где о врагах и недругах считаем мы в салтире. Бог обещал быть крепостью, щитом, сплошной стеной. Ты можешь понимать еще пространней, шире. 1 июля 2004 года.